Ну неплохо, ему так три девицы-то его намывают, не слабо, я тоже так не отказался Думаешь, импературу важно не слишком длинные у меня уши? Милость вы, государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул Ваша милость, присядьте на этот биржер Куда? На этот стул Кладвин, прошу побрить его милость, виски на полдюйма Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности Но лишает вас элегантности В Нильфгаарде борода не приветствуется Особенно если в ней завелись вши Я долго был в дороге Неважно, делай свое дело Прошу откинуть голову и не двигаться А также ответить на несколько вопросов Ваше превосходительство Не знаю, подходящий ли сейчас момент Трудно найти более подходящий Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле Монбран Ворхес, командующий дивизией Альба Прежде чем ты предстанешь перед Императором, Ведьмак Я хотел бы проверить некоторые сведения Это лишь необходимая формальность Разумеется, бумаги должны быть в порядке Итак, Геральт из Ривии Место рождения неизвестно Родители неизвестны Возраст неизвестен Но это все несущественно Перейдем к последним событиям Осада замка Лавалетов С бритвой целится Судьба командующего обороны некоего Ариана А кто такой Ариан-то, я даже не знаю Фольтест приказал нам очистить дорогу Парень подвернулся под руку О, убийство наследника Лавалетов не произвело на тебя впечатление Впрочем, если тебя называют убийцей королей То какое значение может иметь какой-то там барон Далее Затем ты спрятался в очаровательном флотзаме И оттуда добрался до Вергена Только вот как Город считался отрезанным от остального мира Так, и что выбирать-то даже? Я даже не понимаю, о чем он говорит Оттуда вместе с Верноном Роше Командиром Синих Полосок и... Убийцы нелюдей Этот субъект нам известен, ведьмак Интересно, и ты заключаешь союзы Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла Ха, если что, побреем еще раз Затем Бесславная встреча в Лок-Муине Ты был там? И снова вмешивался в дела сильных мира сего? Поскольку сильные мира сего заточили три с Миригольд Вы должны знать, что этот человек мне близок А я привык помогать близким мне людям Ты так и сделал Теперь благодаря тебе в распоряжении Родовида Целый капитул чародеев Нильфгард не так давно начал войну Так что на твоем месте я бы не стал читать мораль Ваша милость, сидите спокойно Я уже заканчиваю Мне трудно от этого удержаться Ведь из того, что я знаю Вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп Разрывает твою знакомую шалу Детонсервиль на куски Смотрел это верно и помог бежать Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек Лето из гулеты, запиши В бумагах все должно быть точно Ну что же В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы Даже с ведьмаками Вы еще не расторгнули этот союз? Что с лето? Хм... Я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос Ах, вот как Значит, лето от вас скрывается Наверняка не без причины Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он А если б знал, то не сказал бы Даже сбрит война горли Это, кажется, все Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее Здесь И еще вот здесь Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала Жаль, я бы мог что-нибудь посоветовать Прощай, Геральт И удачной аудиенции Что-то у меня скорее такое ощущение, будто меня готовят к свадьбе В таком случае я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг Сейчас же, вниманию вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды Черный, черный и черный Мы в Нильфгарде не любим кричащих цветов Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду Проблемы-то какие, ё-моё Так, давай что-нибудь Так, чё мы? Давай всё заберём Да, могу же всё? О, отлично Так О! Вареники! Хо-хо-хоу Вот, вареники нам и нужны Так Книги, книги Сейчас всё облутаем Чё, я зря приходил сюда, что ли? Так Книжки прочитаем Давай, чё там прочитать Так Письма, книжки И всякая ерунда подобная Кружка чего-то непонятного Так Что мне нужно? Одеться У меня нет времени Одеться, одеться Давай чё-нибудь оденем Так, куда на карту-то, ё-моё Броней никакой нигде, да? Ботинки понятно, одинаковые Штаны тоже одинаковые А чё, пускай так будет Так, так можно? О, нормально чё Я готов, пошли Хе-хе-хе-хей Ваша милость, вероятно, кое о чём забыли Чё, штаны одеть забыл, что ли? Хе-хе-хе Ладно, давай оденем штаны и тогда Блин, заметил уже как-то, а? А говорят, не платье красит человек Ваша милость, вы довольны костюмом? Я был бы доволен стёганым дублетом и мечом за спиной Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая Что теперь, будете меня пудрить? Нет нужды У вашей милости достаточно ясное лицо Но прежде чем вы предстанете перед владыкой юга и севера Я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться Ну давай, убедимся Прошу взглянуть Стопа вытянута Ладонь выпрямлена Голова склоняется, пока подбородок не коснётся груди Пусть ваша милость повторит Плохо, плохо, плохо Ещё раз Стопа вытянута Ладонь выпрямлена Голова склоняется, пока подбородок не коснётся груди Пусть ваша милость повторит Да ты его капец дрессируешь Так Что ж, движением не достаёт плавности и грации Ну, от Нордлинга обычно ожидают меньшего Попали Прошу за мной Зарвали Так, пошли давай Комператору ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению Соответственно, его именуя Ваше архивеликолепие Такое гублюдо успех, конечно, было бы интересно Комператор может этого настроения не разделить Достаточно, ваше величество Сказанное громко, выразительно и с почтением О, вот это я удачно зашёл Ничего удачного Ничего удачного Я думаю, что полезное будет Но меня обманули Так, ты где? Пошли Поклон Так, давай не будем Посмотрим Император Ничего, голову вроде отрубили Столько месяцев при дворе Фолькеста А даже основ этикета не освоил Ну, есть поговорка Старого пса новым фокусом не научишь Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена А значит... Молчи Моя дочь Цирилла вернулась И она в опасности За ней гонится дикая охота Найди её И приведи ко мне Сколько людей в твоём войске? Двадцать тысяч тридцать? Почему я? Ты сам знаешь Потому что она тебе верит Да, верит Так скажи, зачем тебе её искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы Дело в интересах государства Как всегда Хватит слов И всё равно согласишься Хотя бы потому, что я тебе заплачу Больше, чем ты обычно берёшь за заказ Значительно больше Мне нужны сведения, а не мотивация Цири Оставляет мало следов, поэтому найти её будет непросто Можешь рассчитывать на помощь моей разведке И армии Если возникнет необходимость Остальное тебе скажет Йеннифер Аудиенция окончена Меррит Проводи его к чародейке Что-то на картине цири ещё менее красиво нарисовано Как-то уж совсем Я недостаточно явно подчеркнул, что перед императором надлежит склониться Иди за склоняйся, что-то меня-то ничего не случилось С вашей милостью ничего, это правда А меня ждёт кара Какая фиг с тобой? Вашу милость держаться в рамках приличия и никого не задевать Хватит нарушения этикета на один день Тебя не жалко Так, чё там тихо? Стоп, стоп, там чё-то делать Здрасьте И чё? Мало того, что он держит меня здесь А ударить я не могу, да? Дурочку А чё тут делать? Мозаику меняете, что-то Все посмотрим, все разнюхаем А вы чё тут? Ну, у вас капитальный ремонт, а я смотрю Капиталочка тут делаете, да? Тихо, чё там? Изумрудная пыль Ого А ещё есть Так, ты тихо, подожди, у меня ценные вещи тут Пропадаю зря Чё тут бубнишь-то, всё, пошли, пошли, бубнишь Подожди Подожди, не идти Ладно, вот здесь можно все текать Какая-то алмазная пыль там всякая Интересно Чё-то потемнело Вон, тут цветочки всякие А чё ты тут? Может какие-нибудь редкие тут Давай-ка я сейчас пособираю Сейчас соберу, может они тут редкие какие-то Так, ну чё тут? Компании вашей милости здесь не нуждаются Да вы чё таки, а борзеши-то тут все, а? Курица Да иду, иду, не ной ты Ну ишь Как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами Как скажешь Так, ну чё у нас? Так, тут вкусняшки соберём все Всем им в равной степени свойственны беспринципность кицы А, прошу вас помеха, не ваше превосходительство И я не успеваю Знаешь что? Я сам составляю А ты потом перепишешь наголо В трёх копиях Книжки, книжки, книжки Так, кто такие тут? Ведьман Он же ведьмак Нордлингов Невероятно Посол, посол не хочет разговаривать, да, со мной? Ух Так, прочитаем Прочитали Очень хорошо Так, с посолом никак не заговорить Алло, подруга Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь Жду не дождусь, когда смогу его снять В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение И может быть даже воспользовалась бы им Но нас ждут другие дела Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке Цель и правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов Получается как-то так Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу Значит, это уже наши агенты Ну-ну Быстро же ты тут освоилась Геральт, не цепляйся к словам Я знаю, кто такой Имгыр Он развязал кровавую войну Приказал убить моих подруг Но у нас нет другого выбора, поэтому прошу тебя Не будем взвешивать за и против И просто найдем Цири, ладно? Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашняя Как они нас учуяли? Из-за меня Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев Заклинания локализации И романтия, геомантия и тому подобное Я знала, что дикая охота может это почувствовать Найти меня Но думала, что сумею их обмануть Что ж, не получилось С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам Охотятся на меня Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего Не знаю, чем закончится следующая такая встреча Придется закончить с чарами И вернуться к более традиционным методам Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю Ты должен ее найти, Геральт Прежде чем это сделает дикая охота Так где именно видели Цири? В двух местах В Велине и в Новиграде След в Велине, пожалуй, самый интересный Начни оттуда В Корчме на Распутие спроси про купца Гендрика Хозяин тебя с ним свяжет И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни Но там тебе может помочь наша общая знакомая Некая Трис Миригольд У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка Наверняка она будет рада меня видеть А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса И кажется, это как-то связано с Цири Я буду в Каэр Трольда Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь Прежде чем мы расстанемся Почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет Это я была тебе не нужна Я слышала, вы с Трис Замечательная пара Йен Я потерял память Правда? Отличная отговорка Давай не будем на эту тему Если я еще раз услышу Все не так, как тебе кажется Или Теперь я понял, как тебя люблю Я за себя Не ручаюсь Ну вот, мы снова разъезжаемся Жаль Но я понимаю Время не ждет Это правда Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет Я поеду верхом Только сначала переоденусь Дело твое Кстати Тебе правда идет черный бархат Ты думаешь? Может, обочью себе им доспехи Удачи, Йен И тебе Послушай Если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире Пока ты шатался с Весемиром по бездорожью Поговори с послом Воратра Это вон тот тип И Геральт Я знаю, что кругом война Все такое Но не пытайся стать героем Хорошо? Просто проверите следы И приезжай ко мне Живым и здоровым Я буду тебя ждать Ой, ой, ой Так Что, куда? О, она вон как Слушай Я понимаю Да На коне интересно Вот так тоже прикольно Я тоже так попробовал бы Так Мне Откроено К этому послу Все-таки Да Как-то что-то Надо Но надо Сначала Собрать Все Ништяки Местные Подожди Картенька Шрам отлично Зажил Карту не берет Не берет Да Так Прочитали Вижу Так Еще Вижу Сундук О, что-то там Интересное Взял Прям Чертежи Предметов Отлично Прочитаем Еще раз Чертеж Точный Болт Не знаю Что такое Но, наверное Интересно Так И тут Да Вот Посол Он же Ведьмак Норгий Посол Воратре Йеннифер Говорила Что тебя Можно Расспросить О текущих Делах В мире О войне Обо Все Разумеется У одного Слуги Императора Не может Быть Секретов От другого Позволь Перейдем К карте Как идет Война Не считая Того Что Она Неизбежно Закончится Триумфом Нильфгарда Мы Беседуем С глазу Наглас Без Свидетелей Так Что Давай Оставим Пропаганду Даже Под маской Иронии Наступление Шло Замечательно До Зимы Мы Разбили Темерские Войска В пух И прах Воедир Не был Такой Хаос Что Никто Даже Не Сопротивлялся До Первого Снега Мы Вышли На Линию Понтера Остался Ослабленный Каэдвен И Рядание Родовида Который Проигнорировал Мольбы Всего Севера О помощи Мы Думали Что Он Запросит Мира Может Даже Принесет Вассальную Присягу Уверенные В победе Ждали Когда Сойдет Снег Родовид Принесет Присягу Да Зря Мы Надеялись Вместо Того Чтобы Слать К нам Послов Или Выдвинуть В нашу Сторону Войска Родовид Прошел Через Заснеженные Пустульские Горы И Атаковал Каэдвен Своего Союзника Родовид Застал Их Врасплох А поскольку Каэдвенцы И так Упали Духом Достаточно Было Нескольких Проигранных Стычек Чтобы Они сложили Оружие И перешли На сторону Редании Так К весне Вместо Двух Ослабленных Врагов У нас Был Только Один Зато Могущественный Кажется Я услышал В твоем Голосе Восхищение Родовид Враг Но Я не могу Отказать Ему В хитрости Он Провел Нас Как Детей И Не Слишком Сообразительных Вернемся К войне По весне Дело Дошло До Великой Битвы На Пастбище Хвелена Великой Но Нерешающей Потери С обеих Сторон Были Огромны Пожалуй Беспрецедентны Родовид Отступил За Понтер Пока Что Он Там В безопасности До Тех Пор Пока С Юга Не Придут Подкрепления Тогда Император Имгр Варем Рейс Расправится С ним Окончательно А почему Управлять Этим Раем На Земле Да Хотя Все знают Что Ненадолго В Оксенфурте Сидит Родовид А император Здесь В Изи Слишком Близко Обоим Нужны Деньги И Мощный Флот А Новиград Может Дать И то И другое Поэтому Атмосфера В городе Несколько Нервная То Есть Как Люди Справляются Со Страхом Они Ищут Утешение И Козлов Отпущение Кто Развязал Войну Кто На ней Зарабатывает Известно Кто Чародеи Эльфы Краснолюды Словом Выродки Я На должности В Новиграде Уже Тринадцать Лет Сперва Как Консул Потом Посол Я Многое Видел Жестокость Цинизм Алчность Но Даже Меня Бросает В дрожь От Того Что Сейчас Там Творится А что Нового На Скеллиге Ничего Островитяне Они же так этим гордятся Правда Делать все Согласно традиции Как деды И прадеды А потому Как деды И прадеды Они грызутся Друг с другом Крадут Иногда Нападают На наши Транспорты Это Утомительно Но Не более Того Скеллиге Всегда Был На обочине Истории Там И останется Ты так Уверен А если Король Бран сумеет Примирить Ярлов Король Все Спасибо За помощь Спасибо За помощь Не за что Это было Скучно Великое Солнце Освещает Твой Путь Это было Очень Скучно Пошли Освоять Пойдем Лучше Волков Долбить Чем могу Служить Вашей Милости Отдай Мои Вещи Цитрус И гвоздика Благодаря Этому Аромату Платье Вашей Милости Дольше Сохранит Свежесть Угу Покорнейше Благодарю Император Не славится Терпением Он хочет Видеть Свою Дочь Живой И здоровой Как Можно Скорее Да Он Кажется Что-то Об этом Говорил Прощай Так Что там Аудиенца Выполнена Новая отметка Королевский Завод Так Новое задание Сгородской связной Так Теперь А можем Переодеться Теперь Все Так Ух ты Сколько У меня Одежды Это Всякой Разной Это Что у У меня Вот Мое Да Что Мое Еще Перчатки У меня Слабенькие Так Блин У меня Налокотники Белого Тигра Мощные Блин 11 уровень Тут Тоже Так Крышкомплект Брони Есть Так Штанишки Комплект Брони Но Высоким Уровнем Не Моим Так Сказать Так Невгородские Штаны Так Так Минус Шесть Вроде Все Водел Вроде Все Свои Одел Так Подожди Подожди Так Еще раз Посмотрю Точно Понимать Так Ладно Да Так По оружию Так Серебряный Меч Так И по оружию У меня Тоже Да Тут Так Меч Длиннохвостый Вот Серебряный Новый Нечистом Урона С Одиннадцатого Получается Так Здесь У меня Стальной Меч Тоже Крутой Я бы сказал Даже Очень Крутой Но Одиннадцатый Уровень Надо Одиннадцатый Уровень Да Так Составной Болт Новый Болт Какой-то Восьмой Уровень Так Арбалет У меня Было Есть Так Мощь Знаков Здесь Шанс Шанс Оглушение Вызвать Так А вот У меня Еще Меч Какой-то Плюс Пять Броней Но Тот У меня С камнем Ой Пять Плюс Пять Урона Тот С камнем У меня Пускай Пока Тот Будет Тогда Так И Вот На Заморозку У меня Здесь Так Это Оружие Так На Броню Я могу Че-то Арда Арда Что У нас Не Помню Да Не Помню Что Дает Арда А Вот Карманы Так Бомбы Карманы Пустая Ячейка А че Там Можно Положить Так Здесь Всякого Добра Здесь Всякого Добра Так Книжки На Читать Так Читали 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 Топорики Читал Читал Все Читал Все Читал Хорошо Так Теперь По Заданиям По заданиям Вот где я Нахожусь Во дворце Так Мы находимся Королевский Замок В Изиме А были В белом Саду Так По заданиям У нас Основное Задание Это Отправиться В Велин Так Охота Закроющая Найти Спрятать Тереми Тереми Мерзкий Клад Используя Ведьмачье Чутье Я Буду Попробовал Дополнительное Задание Взять То есть Сходить На доску Точнее Вернуться Вообще В белый Сад Вернуться В белый Сад Посмотреть Там Доски Потому что У меня Толком Ничего Еще Не изучено Ну и по карте Полазить Посмотреть Изучать Поизучать Районы Может Что-то Полезное Найдется Так А мне Получается Хотят Отправить В Велин 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 Подождет Я думаю Пошлите Да Тогда Тогда Вернуться Да Вернуться И взять Вторичные Задания Мне кажется Так Интереснее Будет Так Сундучок У меня Там Встреча С Йеннифер Оказалась Не самым Важным Событием Во время Пребывания Геральта В Изиме Геральт Узнал Что его Подопечная Цири Вернулась Из долгого Путешествия И ей Грозит Опасность По приказу Императора И по просьбе Йеннифер Геральт Отправился На поиски Цири Продолжение следует